Всем здарова, ребят! И вот уже прошло больше неделей, и я нашел на просторах интернета уже огромное количество интересных дюпов, которые нам стоит проверить. Окажутся эти дюпы рабочими или же нет, мы узнаем именно сегодня и сейчас. А перед этим хочу вам посоветовать очень топовый канал. Хочу вам посоветовать канал моего друга Вескер. Он снимает очень крутые и, главное, познавательные ролики для людей, которые не просто играют в Майнкрафт, а хотят создать собственный проект. Он рассказывает, как защитить свой сервер Майнкрафт, как создавать привилегии и прочие команды, которые относятся именно к ним. Очень красивые превью, а главное, качественно снятый контент. Все это на канале Вескер, поэтому советую вам подписаться и быть в курсе всех событий Майнкрафта. А мы переходим к видеоролику. Надеюсь, что вы уже все подписались, а также хочу сказать, что на моем канале скоро стукнет 20 тысяч подписчиков. Поэтому совсем скоро кто-то из вас получит герцога, также князя и огромное количество других донатов. Поэтому не забывай участвовать в этом конкурсе. А вот как раз таки и условия. Стой, хочу тебе сказать, что я устраиваю глобальный розыгрыш донат-привилегий. Начиная от главы и заканчивая герцогом. То есть всего у нас 6 победителей. И весь донат будет выдаваться навсегда. Чтобы принять участие в розыгрыше, все, что тебе требуется, это поставить лайк под видеоролик, подписаться, конечно же, на канал и поставить колокольчик. И под каждым видеороликом с этим розыгрышем писать свой никнейм. Конечно, чем ты больше будешь активничать, тем больше шанса у тебя выиграть. А также вступить в мой дискорд сервер и телеграм-канал. А итоги будут, когда на моем канале стукнет 20 тысяч подписчиков. Удачи тебе розыгрыша, а мы переходим к видеоролику. Ну всё, хватит томить и давайте переходим к нашему первому дюпу. Погнали смотреть. Это нельзя назвать таким сильным дюпом, но для чистоты эксперимента мы возьмём именно одну бутылочку, конечно же, и 150 тысяч монет. Потому что больше эта бутылочка 15 уровня стоит у нас, к сожалению, на аукционе не будет. И посмотрим, сможем мы залутать хотя бы 15 уровень за 150 тысяч монет. На балансе ровно 150 тысяч монет и нам теперь стоит покупать самую дешёвую удочку. И это у нас будет тут удочка без чаров, это удочка с чарами. Нам нужно покупать её. Стоимость одной такой штуки 15 тысяч монет. То есть в итоге мы можем купить всего лишь 10 таких удочек. Ну что ж, давайте теперь снимем с них чар и посмотрим, сколько мы получим с этого опыта. Теперь просто стоём сюда удочки и, в принципе, забираем. И таким образом у нас фармится потихонечку наш опыт. И в итоге у нас стало всего лишь 8 опыта. И удочки у нас, к сожалению, закончились. Эта тема реально была рабочая, когда удочки стоили не по 15 тысяч, а по полторы тысячи монет. И тогда это реально у нас работало. Но, к сожалению, в этом вайпе удочки почему-то стали стоить на один нолик, как говорится, больше. И из-за этого наш псевдодюб, заработок на опыте у нас, к сожалению, не работает. Давайте переходим к следующему. Следующий дюб заключается в чём? Нам нужно открыть аукцион и какими-то специальными действиями нам нужно нажать, во-первых, «Ах» и кидать любую штуку, так говорится, в вот этот слот аукциона, который находится в слевом нижнем углу. Засовывать её туда на шифте и каким-то чудным образом, даже не выкидывая, по-моему, у него всё, эта схема дюбнулась. Но, к сожалению, у нас вся эта штука не работает. Но как же сделал это он? Как же сделал это он? Если даже прислушаться, такое чувство, что он специально говорит своему другу, который, возможно, сидит рядом, чтобы он в этот момент скинул ему второй кусочек мяса. И он тем более не показывал, что сзади него никто не находится. И, скорее всего, там стоял реально его друг. И таким образом у него получилось дюбнуть всю эту схему. А для тех, кто досмотрел до этого момента, маленький бонус. Видите координаты, которые показаны сейчас на экране? Вот этот мифический шалкер я поставлю именно здесь. Так что можете прийти. Я его сейчас вот так вот ещё заставлю камнем. Можете прийти и забрать. Ну, я открыл уже и посмотрел, что там. Если вам нужны эти вещи, то приходите и забирайте вот эти координаты. А мы переходим к следующему дюбу. Следующий дюб реально очень годный и его хочется сильно проверить. Но для этого нам понадобятся крюки. И вот их достать очень сложно. И я даже не ебу их крафт. В этом-то и прикол. Но сейчас нам нужно добыть. Это крюки, камень обычный и также ведра с водой. Но ещё почему-то там у них стоял на дюбе рычаг. И, скорее всего, он нам тоже понадобится. Поэтому сейчас я буду всем этим делом заниматься. И попытаюсь сделать ровно таким же способом, как сделали они. Вот схема крафта как раз-таки крюка. И нам понадобится как раз-таки их двое. Никогда в жизни не крафтил крюки. Просто делюсь своим событием. Так, в общем, построил я вот такую конструкцию. Но теперь вся суть. Смотрите, если мы ставим обычный крюк, нам нужно сделать, во-первых, вот так. Вот это так конструкция выглядит. Если мы ставим крюк, он ставится. Но теперь, когда мы ставим еловые наши панельки. И, допустим, мы убираем этот крюк. И пытаемся поставить его заново. Оп, он у нас уже исчезает. Я не знаю, с чем это связано. Но давайте я попробую просто сначала убрать эти самые панели. Поставить крюки. А потом только налить воду. Но я не знаю, почему. Это уже как-то выглядит очень странно. Но так вот крюки мы можем поставить. Если мы поставим панели, то, в принципе, они тоже у нас пока что стоят. Теперь нам нужно просто купить паутину. Протянуть ее. И дальше залить все водой. И посмотреть, будет что-то работать или нет. И еще почему-то вот тут стоял как раз-таки тот самый рычаг. Но давайте я его тоже, в принципе, тут сейчас поставлю. Для этого нам, в принципе, ничего не понадобится. Я, правда, не знаю, зачем он тут нужен. Но вот таким вот образом я его и делаю. И пусть он тут тоже вот так стоит. И сама суть проблемы. Обычную паутину никто на аукционе не продает. И получается, нам нужно купить вот такую паутину. Сначала ее полностью снести. А потом только что-то с ней уже сделать. Поэтому ставим паутинку. Ломаем ее. И я надеюсь, что да, паутина нам все-таки будет падать. И итог какой? Оно протянется хотя бы? Или же нет? Так, во-первых, у нас протянулось. Так, ну торжественный момент. Разливаем воду и... Что-то нифига у нас не сработало. Оно опять протягуем? В итоге, я не знаю. Просто что-то падает. И ничего не происходит. Я не понимаю. Но никаким образом она почему-то у нас не дюпается. Хотя многие там в комментариях писали, что этот дюп реально рабочий. И он работает, в принципе, в обычном Майнкрафте. Вроде я сделал все правильно. Но почему-то у меня, к сожалению, не хочет вся эта схема работать. Хотя я ставлю вроде как и правильно все. Но она вот падает. И ничего с этим не происходит. Если нажать на люк. Я не знаю. Возможно, нужно вот так попробовать теперь. Оп-оп. Да ну! Четыре нитки? Вы серьезно? Стоп. Да ну, дюпается. Шесть ниток. Стоять! А что я сделал? Что я сделал? Вы видите, какого... Какого хера? Оно реально дюпает. Шесть ниток. Вот седьмая стоит. Чего? Оба еще. Оба еще. Оба. Ну, потихонечку, помаленечку, уже девять ниток. Охренеть. Все-таки реально рабочий дюп. Ну, дюп ниток. Я не знаю, зачем, правда, нужны эти нитки. Но, как минимум, реально дюп работает. И это большой ему респект. Охереть. Вау. Пятнадцать уже ниток. Какого хрена? Реально рабочий дюп. Не знаю, зачем он вам, правда, будет нужен, если вы просто будете получать с этого только паутинку и все. Но, как вы видите, успешно. Успешно потихонечку так капает и капает и капает и капает. Но паутинка, можно юзать ее для шерсти. Так, куда делась вся моя остальная? Вот она. Так, сколько уже у нас ее? Двадцать четыре. Так что, пацаны, дюп реально работает. И это просто вынос мозга. Это просто вынос мозга. Я тут поставлю сетхом как раз таки. Эта штука находится возле моего шалкера. Можете поэтому зайти и попробовать самим, как работает все-таки этот дюп. И это большой респект. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не зайти этот дюп, пока его, конечно же, не попиксили. И на этом у нас все. Спасибо, что смотрели. Всем удачи и всем пока, ребят. До двадцати подписчиков еще чуть-чуть. Поэтому подписывайся.